Здравствуйте! В студии Инна Томилина. Сегодня 20 ноября, воскресенье, и мы вновь подводим итоги уходящей недели. Историческая несправедливость, кто стоит за сносом памятника советским воинам в Бузулукском районе. В данный момент на очереди находятся свыше 350 пациентов с патологией коленного сустава, около 200 пациентов с патологией тезобедренного сустава. Операция в другом регионе или годы ожидания помощи? Почему не хватает протезов и есть ли способ помочь всем? Реализация этих вопросов находится на жестком контроле губернатора Юрия Александровича Берга и прокуратуры Ингусской области. Не допускать недобросовестных подрядчиков к объектам. Как заставить строительный рынок работать по-новому? Мы просто кричим, сос, спасите нас. Туманное будущее кувандыгского спорта. Что ждет оренбургский Куршевель? Очень ярко, содержит в себе много иллюстраций, интересных фактов. Безусловно, пользуется популярностью. Сколько раз Оренбуржия попадала в книгу рекордов Гиннеса? И будет ли установлен новый рекорд? Начнем выпуск с краткого обзора самых ярких событий минувших 7 дней. Напомним, что, где, как и почему произошло в нашем регионе на прошедшей неделе. Центральный суд Оренбурга вынес решение о приостановлении деятельности комбината подросток в 7-й гимназии сроком на 10 суток. Здесь острой кишечной инфекцией заразились два ученика и два учителя по обедам в школьной столовой. В связи с дезинфекцией пищеблока всю эту неделю у гимназистов шли занятия в укороченном режиме. В Сочи завершил свою работу второй всемирный зерновой форум. Делегацию Оренбургской области возглавлял губернатор Юрий Берг. Участники форума обсудили актуальные вопросы продовольственной безопасности, а также ограниченности водных и земельных ресурсов. В Оренбургском отделении «Единой России» определились с кандидатурой на пост председателя городского совета. Кресло Андрея Шевченко освободилось в связи с избранием его в Законодательное собрание региона, а затем и в Совет Федерации. Тайным голосованием единороссы избрали на его место Ольгу Березневу, прежде занимавшую должность заместителя председателя. Семья Оренбургского героя написала письмо президенту Франции. Родные погибшего в Сирии Александра Прохоренко призывают Франсуа Аланду объединить свои силы с Москвой в борьбе с терроризмом. Послание родных и близких российского офицера зачитала на традиционном брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова. И другим темам. Иностранцы нарушают российские законы. В Бузулукском районе задержана польская делегация, которая, игнорируя запретный знак и шлагбаум, проникла в зону с ограниченным посещением. Официальная версия цели визита – посещение мемориала польским солдатам в Бару. Подробности инцидента нам по телефону рассказали сотрудники национального парка. Разрешение, которое выдается администрации парка, либо Минприроды, у этой группы не было. Как потом выяснилось, в составе этой группы входила вот эта Селивановская Ванда Яковлевна, которая является председателем общества Чарвана Маки. Были два представителя, скажем так, граждане Польской Республики. Один из них оказался заместителем военного Таше при посольстве Республики Польши Авджей. И вторым был у нас дипломат Касиба Рафаил Петр. Нам не удалось выставить конструктивный диалог. Ванда Яковлевна тут активно, скажем так, вмешивалась в процесс общения с ними. Обвинила водителя вот этой группы, которую сопровождала. Я не думала, что он там как шпион, что ли. Представители посольства Польши отпустили, так как они имеют дипломатический иммунитет. Несмотря на то, что закон Российской Федерации они все-таки нарушили. А вот наши сограждане будут привлечены к административной ответственности. Почему Бузулукский бор вызывает такой интерес у поляков и что за памятник там находится, разбиралась Анастасия Матвеева. Я сказала, что я не хочу, чтобы враги топтали нашу землю и вот скрипели вот эти вот пистелицы. С этих слов для Тамары Николаевны началась служба в партизанском отряде. Во время Великой Отечественной она прошла боевой путь от Чернигова до Львова. В 19 лет получила орден Красной Звезды. До сих пор с трепетом хранит боевую характеристику. Военные снимки супруга – все то, что напоминает о той страшной войне. Памятью для потомков служил и этот мемориал в Бузулукском бору. Первоначально устанавливались два памятника. Это и советским воинам, и польским воинам. После этого в каком-то году памятник советским воинам был демонтирован. Как бы кем информации у нас нет. О том, что на этом обелиске была памятная табличка советским воинам, сегодня помнят только старожила. Даже снимков осталось немного. Три года назад память о погибших русских солдатах в Бузулукском бору вдруг стерли. В 2013-м кто-то снес мемориал, а на его месте появился памятник воинам польского генерала Андерса. Ну это несправедливо, конечно. Да вы что, разве можно наших своих ребят? У меня, вы знаете, сколько погибло. В последние годы в Польше снесен ряд советских памятников. В том числе и воинам-освободителям. В стране бывших союзников регулярно фиксируются акты осквернения могил солдат Красной Армии. Минобороны России констатируют, Польша – лидер в Европе по числу подобных случаев вандализма. Факт уничтожения мемориала русским солдатам в Бузулукском бору до сих пор мало кому известен. Несколько лет назад прокуратура начала проверку истории создания нового памятника. Но ведомство интересовала не политика, а только вопрос финансирования. Незаконное расходование бюджетных средств на проведение реконструкции не установлено. Мы установили, что финансирование данных работ осуществлялось за счет областного культурно-просветительного центра «Червона Маки». Центр «Червона Маки» существует на территории области на протяжении нескольких лет. Записать интервью с ее бессменным руководителем удается не сразу. На фестивале польского кино, который накануне завершился в Оренбурге, женщина уклоняется от камеры, пытается построить приватный диалог с журналистами. Но в конце концов не выдерживает и вмешивается в интервью с гостями мероприятия. Эти недостатки и так далее, это не должно быть в эфире. Со слов Селивановской, вся деятельность их центра поддерживается и финансируется посольством Польши. Так называемая реконструкция мемориала в Бузулуке. Гордость совместной работы. «Областной культурно-просветительский центр «Червоной Маки» проводит очень большую поисково-кривическую работу. В частности, с помощью нас, нашей организации, на территории Оренбургской области увековечены места памяти польских граждан, которые в годы войны по приказу Сталина формировалась польская армия для борьбы с врагом. Враг-то был общий. Историки констатируют, на территории Бузулука действительно формировались воинские соединения из числа чехов и поляков. Если первые помогали местным колхозам во время уборки урожая, ремонтировали технику на заводах, то вторые не отличились трудолюбием даже в службе. Людвиг Свободов два рапорта писал на имя Сталина. Я сам читал эти документы, копии документов, которых он просил отправить чешскую армию, чтобы с Красной армией вместе сражаться. А поляков просили наше поучаствовать, помочь Красной армии в первое особенно трудное время. Они твердо, жестко и неоднократно отказывались. И тогда было сказано, что руководство Советского Союза не будет возражать, если поляки покинут территорию Советского Союза. В 40-е годы 20 века на территории Бузулука было похоронено 13 поляков. Они скончались в госпиталях. Именно в память об этих конкретных людях и была первоначально установлена табличка на мемориал. Она располагалась рядом с именами жителей Бузулукского района, погибших во время Великой Отечественной. Но три года назад центр Червона Маки сносит обелиск. На его месте воздвигает памятник в честь армии польского генерала Андерса. Проводит помпезное торжественное открытие монумента. Участники делегаций из Польши и пресса. Траурный митинг. Звучат гимны России и Польши. Волнующие речи, выдержки из писем, воспоминания на польском и русских языках. Годы прошли, но не стерли память и любовь в наших сердцах. Было очень красиво, потому что все было проникнуто, ну где-то какой-то или тайной, а скорее всего история. Потому что мы чувствовали единение того, что и польские солдаты, и российские солдаты, и чехословацкие солдаты, которые тоже лежат в нашей земле, мы все одинаковые. Мемориал был возведен центром Червона Маки по сути самовольно. Местная администрация не давала разрешения ни на снос старого памятника, ни на установку нового. От нее все происходило, все в одностороннем порядке. Ну такой вот смысл, если не польская армия, то и победы бы не было. Я отнесся к этому негативно, вообще воспринял это вот, как бы сказать, ну обидно было. Обидно просто было за наших дедов, прадедов, отцов и так далее. Поэтому я даже не поехал навстречу. Это тоже памятник польским воинам. За ним больше 10 лет ухаживают солдаты Тотского гарнизона. Ежегодно в День Победы на этом месте российские военнослужащие отдают дань памяти бывшим союзникам. Перед проведением митинга 9 мая полностью отреставрировали монумент, подклеили плиточку, покрасили крест. Здесь вот, где мы сейчас стоим, вот здесь плитку тоже отреставрировали. Здесь ее практически половины, ну просто не было ее. Говорят, что они ухаживают за ним. Просто им, мне кажется, должно быть стыдно говорить такое, как они запустили этот памятник. Ну просто, грубо говоря, бросили свое историческое наследие. Они – это тоже центр Червона Маки. В 2005-м госпожа Селивановская с присущей ей помпезностью провела здесь для очередной иностранной делегации открытие памятника погибшим полякам. Но после праздника сюда больше никто не вернулся. Анастасия Матвеева, Виктор Яковлев и Семен Воробьев. Итоги недели. В эфире у РТ-Планета еженедельная информационно-аналитическая программа «Итоги недели». Не переключайтесь. Далее еще много интересного и важного. В данный момент на очереди находятся свыше 350 пациентов с патологией коленного сустава, около 200 пациентов с патологией тезобедренного сустава. Операция в другом регионе или годы ожидания помощи? Почему не хватает протезов и есть ли способ помочь всем? Реализация этих вопросов находится на жестком контроле губернатора Юрия Александровича Берга и прокуратуры Оренбургской области. Не допускать недобросовестных подрядчиков к объектам. Как заставить строительный рынок работать по-новому? Мы просто кричим, СОС, спасите нас. Туманное будущее кувандыгского спорта. Что ждет Оренбургский Куршевель? Очень ярко, содержит в себе много иллюстраций, интересных фактов. Безусловно, пользуется популярностью. Сколько раз Оренбуржия попадала в книгу рекордов Гиннеса? И будет ли установлен новый рекорд? И продолжаем выпуск. Заболеваниями суставов сегодня страдает треть населения земного шара. Причин множество. Состояние экологии, приверженность вредным привычкам, малоподвижный образ жизни, а также генетическая предрасположенность. Помочь таким больным может только протезирование сустава. В Оренбурге проводят более 400 подобных операций в год. Ортопеды-травматологи 4-й городской больницы ставят импланты не только жителям области, но и соседям из-за рубежа. К сожалению, нуждающихся в разы больше. Сейчас только в этом медучреждении ждут своей очереди свыше 500 человек. Почему операционные простаивают, а для пациентов исцеление откладывается на годы? В репортаже Анны Даниловой. Я уже не могу ждать, потому что мне сложно очень ходить. У меня уже нога, как бы, ну, деформация, укорочение на 6 сантиметров. В своей очереди на протезирование Лариса Николаевна ждет больше года. Пациентке из сороктоша необходим протез правого тазобедренного сустава. Сейчас ей предлагают провести операцию в клиниках Саратова, Чебоксар, Нижнего Новгорода или Санкт-Петербурга. Но воспользоваться этой возможностью Лариса Николаевна не может. Сопровождать ее некому. Есть сложности с транспортировкой. В общем, я настроена на прооперироваться в 4-й городской у профессора Сафронова. Потому что неоднократно и в 2007 году к нему обращалась со своей патологией. И на очередь, естественно, стала к нему оперироваться. Оренбурженка Тамара Николаевна перенесла операцию на коленный сустав в январе 2016-го. Вмешательство прошло успешно. Имплант женщину не беспокоит. Однако артрит поразил оба колена. 10 лет назад, в 6-м году, мне поставили сразу вторую степень. Я много лечилась, я много препаратов разных принимаю. У меня уже, как говорится, от этого и желудок, и печень уже нарушены. Потому что я постоянно, я не могу обходиться без этого. Теперь требуется еще одно протезирование. На очереди Тамара Николаевна уже почти год. Ей тоже предлагали прооперироваться в других регионах. И тоже женщина предпочла, чтобы имплант ей поставили оренбургские хирурги. Врачи-ортопеды 4-й горбольницы занимаются протезированием тазобедренного и коленного суставов уже более 20 лет. В результате неизвестно, каких причин наступает некроз головки бедра, возникает резкий болевой синдром. Вся беда в том, что это прерогатива молодых людей от 30 до 40 в основном. В основном мужчин. Отчего, почему до конца никто не понимает, никто не знает. И вот эти процессы в последующем переходят в грубый деформирующий артроз. По словам медиков, у артроза нет группы риска. Заболевание может развиться абсолютно у любого человека. Оно сопровождается риской боли в суставах. Протезирование – единственный способ исцелиться. Импланты, которые используют хирурги, давно зарекомендовали себя как проверенные и надежные. Собственно, как и сама методика. После операции под наблюдением медиков пациенты находятся в среднем 11 дней. Около трех месяцев нагрузка на протезированную ногу минимальна. После человек возвращается к полноценной жизни. Но импланты стоят дорого. Рядовые граждане приобрести их не в силах. Ставятся протезы за счет бюджета. Таких квот на 2016 год в этих клиниках было предусмотрено 800. Это практически в два раза больше, чем в 2013 году. Если по каким-то причинам технического плана или иного плана не может быть в ближайшее время эта помощь оказана в областных центрах, всем пациентам предлагается на выбор направление в те или иные федеральные центры. 800 квот для Оренбуржия – недостаточно. По данным медикам, в нашей области сейчас в протезировании суставов нуждается более 2000 человек. На базе 4-й городской проводят более 400 операций в год. В данный момент на очереди находятся свыше 350 пациентов с патологией коленного сустава, около 200 пациентов с патологией тезобедренного сустава. Почему не выполняются всем эти операции? Да потому что мы ограничены квотами, выделяемыми средствами, и зависим напрямую от них. Если будут выделяться средства, объем их помощи может быть увеличен. По данным регионального Минздрава, 500 оренбуржцев в 2016-м прооперировались в федеральных центрах. Наряду с этим 300 нуждающихся в протезах от этой возможности отказались и предпочли ждать очереди в Оренбурге. Они отказываются. Почему? Во-первых, надо ехать с сопровождающими. С сопровождающими надо где-то жить. Больных, допустим, в Чебоксары надо ехать с пересадкой, через Москву или еще как-то. Это определенные сложности, потому что существуют правила поведения в послеоперационном периоде, которые очень трудно выполнить, если ты едешь поездом и так далее. Чтобы облегчить жизнь тысячам людей с артрозом, увеличивать нужно не только квоты, но и отделение. К примеру, сейчас у ортопедов 4-й городской только одна операционная. При этом протезирование становится все более востребованным. Наряду с коленными и тазобедренными здесь ставят замену межфаланговым и плечевым суставам. В связи с прямой зависимостью от наличия имплантов, о перспективах в клинике говорят с осторожностью. По поводу расширения, все равно объем работы чем-то лимитирован. И мы работаем в рамках определенных лимитов, которые мы выполняем на 100%. О квотах на будущий год в Минздраве говорят с такой же осторожностью, как и в больнице, о перспективах отделения. По прогнозам экспертов, цифры будут не выше 2016 года. Анна Данилова, Игорь Бероев, Семен Воробьев, Георгий Бурлуцкий и Роман Боричев. Итоги недели. О спорт, ты жизнь. Сегодня много говорят о здоровье, о роли массового спорта, но мало о проблемах. Небольшой город на востоке Оренбуржья Кувандык подарил стране именитых спортсменов. Многим известны имена лыжника Дмитрия Осинкина и самбистки Марины Бекбердиной. Но современным детям, мечтающим об успехе знаменитых земляков, сегодня тренироваться становится негде. Каковы масштабы проблемы и есть ли будущее у квандыкского спорта, выясняли наши корреспонденты. Склоны горнолыжной базы покрываются белой пеленой. Свою работу начали снежные пушки. Благо, погода позволила в Кувандыке, температура воздуха упала до 20 градусов мороза. Сейчас насыпаем мы горы снега, так сказать, и потом начинаем уже как бы разравнивать и подготавливать склон. То есть растягивать его по склону и потихоньку уходить наверх. То есть заполняем сначала нижнюю часть склона, чтобы можно было уже опираться на нее, и потом уходим наверх до самой верхней точки горы. По поводу работы горнолыжной базы у любителей активного отдыха сохраняются тревожные опасения. Зима совсем близко, а горы не заснежены. Как выяснилось, произошли перемены. Курорт перешел в государственную собственность. Муниципалитет не тянул содержание и развитие местного Куршевеля. Теперь инвестировать в горнолыжный комплекс будет специально созданная проектная организация. Решили и нашумевший вопрос с кадрами. Ранее стало известно, что более 30 человек персонала горнолыжки остались не у дел. Из них были уже отобраны 14 человек, о которых я говорил, которые уже приняты в новые учреждения, и сегодня работают. С остальными идет процедура в соответствии с законом. У нас были вопросы не урегулированы, они на сегодня урегулированы уже, наверное, по истечении 10 дней. Вопросы заработной платы мы полностью свои обязательства погасили перед всеми сотрудниками, перед кем была задолженность. К 2020 году здесь планируют создать более 800 рабочих мест и увеличить турпоток на 30%. Планы большие, но насколько они совпадут с реальностью, пока вопрос. В стране кризис сохранится ли прогнозируемый объем финансирования. Лыжники уже отправились покорять горные склоны в Башкирию, Кувандык готовится их принять в середине декабря. Вызывает вопросы и ситуация с другими спортивными объектами в Кувандыке. Этот небольшой городок подарил стране и области немало талантливых и именитых спортсменов. Однако нынешнее поколение влюбленных в спорт может не повторить успехов знаменитых земляков. Тренироваться ребятам стало негде. Уже второй год у воспитанников спортивной школы нет своего помещения. До сих пор мы никак не можем найти, когда и где нам все-таки зал этот отремонтирует, потому что в других условиях нам просто невозможно заниматься. Мы просто кричим, СОС. Зал для тренировок признан аварийным и был закрыт. Сегодня самбисты тренируются в школьных спортзалах, а также в помещении, которое арендует отделение Федерации самбо и дзюдо у магазина. Что делать мы не знаем, а как бы заниматься мы хотим. Хотим, чтобы наши дети занимались спортом, а для нашего маленького города это очень важно. Люди, влюбленные в спорт, предлагали варианты отремонтировать спортзал своими силами, переоборудовать школьный бассейн, который стоит не у дел 17 лет подряд. Но инициативы остались неуслышанными. Между тем, самбо в городе – популярный вид спорта. И азы боевого искусства знают даже малыши. Расад через плаву через левое плечо. Заднюю подножку, переднюю подножку, колесо, кувырки, назад кувырок. Понятно, что при такой бешеной популярности самбо и дзюдо в Кувандыке медлить с разрешением проблемы нельзя. За ответом по наболевшей теме мы обратились к главе Кувандыкского городского округа. Мы работаем с правительством, с министерством образования в части выделения финансовых средств в объеме 15 миллионов. Потому что смертная стоимость этого объекта стоит 15 миллионов. Объект действительно аварийный. Мы будем вести переговоры и с правительством, чтобы на следующий год получить транш на восстановление данного спортзала. Настольный теннис – еще одна любовь и боль кувандычан. Местные ребята регулярно участвуют в соревнованиях самых разных уровней. Накануне они выступили на первенстве области по теннису в Оренбурге. И все мечты этих детей – об отдельном спортзале в Кувандыке. Своё мастерство юные спортсмены вынуждены оттачивать в весьма стесненных условиях. Мы мечтаем о собственном спортзале отдельном, чтобы он находился в нашем районе, чтобы недалеко было ездить. А вот и база отделения настольного тенниса и по совместительству спортзал гимназии номер один. Кувандыкскую теннисную меку от шумных школьных занятий по физической культуре отделяет лишь сетка. Параллельно идут уроки физкультуры, параллельно занимаемся мы. Конечно, это создает много трудностей. Сейчас здесь установлено 12 теннисных столов, но на 350 детей на постоянной основе занимающихся теннисом этого мало, жалуется тренер. Сюда же ежедневно приходят заниматься ветераны настольного тенниса Кувандыка. А у нас вот такой зал совмещенный, как совмещенный туалет, извините, за грубость. Естественно, мешают. В теннисе дрожание стола пола, это уже отражается на отскоке шарика. К слову, спортом в городе проблематично не только заниматься, но и увлекаться. На территории Кувандыкского городского округа, пожалуй, как нигде в области, нет ни одного физкультурно-оздоровительного комплекса, не говоря уже о полноценном бассейне, которого кувандычане ждут последние несколько лет. Яна Корчик, Елена Давыдова, Игорь Бероев, Семен Воробьев. Итоги недели. Напомню, вы смотрите «Итоги недели» и далее в нашей программе. Не допускать недобросовестных подрядчиков к объектам. Как заставить строительный рынок работать по-новому? Очень ярко, содержит в себе много иллюстраций, интересных фактов. Безусловно, пользуется популярностью. Сколько раз Оренбуржия попадала в книгу рекордов Гиннесса? И будет ли установлен новый рекорд? Недобросовестных подрядчиков отстраняют от объектов. На этой неделе внимание прокуратуры и правительства области приковано к строительным компаниям, которые участвуют в госзаказах в строительстве домов для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. А также тем, кто проводит капитальный ремонт в многоквартирных домах, но должным образом свои функции не выполняет. В Оренбуржье претензии к недобросовестным строительным фирмам возникли по 15 крышам из тех 300, что капитально ремонтировали в этом году. Тему продолжит Наталья Мороз. Ждем таких хороших добросовестных подрядчиков на территории нашего района. Спасибо вам огромное. Вам спасибо большое. И ваше восемь. Скрывать не стали. Натягивали гидролизационное покрытие, и только после этого уже производился монтаж. Даже не было еще накрыто полимерное покрытие металлическое, ни одной протечки в доме не было. Проблема с потеками на потолках теперь в прошлом и для жильцов дома номер 5 по улице Советская в Гае. О том, что этим летом все изменится, не верили. На обновленный дом жители теперь не нарадуются. Крышу поменяли. В этом году бояться люди не будут. Но так. Дом красивый становится. Дому 55 лет. За это время он впервые обновил крышу и фасад. Местные жители уже убедились, ремонт сделан качественно и прослужит долгие годы. Все гарантии у нас по договору 5 лет на все виды работ, которые мы здесь производим. И мы стараемся сделать этот ремонт именно так, чтобы эти 5 лет нам не было стыдно за свою работу. Но похоже, не все заботятся о своей репутации. Руководителя фирмы «Ремонтно-строительный центр» Сергея Дмитриева от объектов в Кундуке отстраняют. Он буквально в смысле чуть не оставляет жителей без крыши над головой. Делать работу над ошибками привлекают другую строительную организацию. Крышу многоквартирного дома по улице Клубная 6 заново отремонтировали. Объект получили мы в печальном состоянии. Работы тех организаций, которые проводили до этого работы, были абсолютно не по технологии. Этот же подрядчик запомнился и в Новотроицке. Там он участвовал в другой государственной программе. Строил дома для переселенцев из ветхого аварийного жилья. Почти год рабочие не получали зарплату. Выбивали заработанные люди голодовкой. В региональном следственном комитете по объектам переселения в отношении генподрядчика Сергея Дмитриева возбуждают уголовное дело. В черный список рискуют попасть сразу две фирмы. Ремонтно-строительный центр во главе с Сергеем Дмитриевым, а также энергостройгрупп руководитель Иван Шейн. Призывать к совести нерадивых подрядчиков на очередном заседании комиссии при правительстве области не стали. В результате количество проблемных объектов 42 уменьшилось до 15. Причины протечек частично устранены. Однако беспокойство собственников, чьим квартирам причинен ущерб не утихает. И эта тема освещается средствами массовой информации. Сразу скажу, что реализация этих вопросов находится на жестком контроле губернатора Юрия Александровича Берга и прокуратуры Оренбургской области. Несерьезным компаниям ни место на строительном рынке. Улучшить ситуацию призвано федеральное постановление правительства, которое вышло в июле этого года. По новым правилам строительный рынок заработает уже в следующем году. Критерием победы на торгах по-прежнему будет цена договора. Но для того, чтобы к ремонтным работам были допущены только добросовестные подрядчики, региональный Минстрой будет проводить предварительный отбор и формировать реестр квалифицированных организаций. И здесь проверять будут все. От диплома об образовании директора фирмы и рабочих до налоговых задолженностей. Чтобы при заключении контрактов на выполнение строительно-монтажных работ участвовали только квалифицированные подрядные организации, которые ничем не запятнали свою репутацию. Участвовать в торгах фирме, которая хотя бы раз нарушила условия контракта, даже под новым названием не удастся, считают эксперты. Пристальное внимание к хитрым на выдумку руководителям обеспечено. А усовершенствование законодательства, надеются специалисты, наведет порядок на строительном рынке. Наталья Мороз, Семен Воробьев, Георгий Буруцкий. Итоги недели. Когда сюжет готовился к эфиру, строители завершили работы еще на четырех домах. И уже приступили к устранению последствий своей некомпетентности внутри квартиры оренбуржцев. Самая длинная в мире сигара – 43 метра. Самая высокая в мире собака в холке – полтора метра. А вот место самой большой кошки пока вакантно. Такие новости публикуются практически каждый день о рекордсменах знаменитой книги Гиннесса. Весь мир на этой неделе, 17 ноября, отметил День рекордов. Сторонение осталось и Оренбуржье. Подробности – Вины Маркеловой. Идея выпустить самый знаменитый справочник принадлежит Хью Биверу. Он был управляющим пивоваренной компанией «Гиннесс Бреври». Отсюда и название – книга Гиннесса. Первоначально она предназначалась для посетителей пабов, которые любят заключить пари и участвуют в викторинах. Но сейчас книга рекордов сама поставила рекорд. Чаще не ее издают только Коран и Библию. Книга, она очень яркая, содержит в себе много иллюстраций, интересных фактов. Безусловно, пользуется популярностью, причем не только у взрослых, но и у детей. Каждую неделю фонд Гиннесса получает тысячу заявок и более 50 тысяч в год. Последний раз рекорд из Оренбургской области она зарегистрировала в 2015-м. В Солилеске 8 тысяч отдыхающих общими усилиями съели целый пуд соли. На Солилеске земля – это второй рекорд. В прошлом году в это же время было поедание аргузов. А вообще в области я тоже четвертый рекорд. Арбитр также отметил, что Оренбуржье – самый активный регион после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству заявок на установление рекорда. Заявку на рекорд Гиннесса подавали и оренбургские пуховязальщицы. Оренбургскую паутинку вязали сразу 699 человек. Однако комитет Гиннесса рекорд не признал. Были и более массовые вязания. Но одной из самых обсуждаемых стала акция в рамках программы популяризации донорства. 7 140 человек в 2013 году построились в рекордно большую каплю крови на стадионе «Динамо». После подтверждения рекорда Гиннесса поток доноров значительно увеличился. Средний возраст доноров у нас был в Оренбургской области от 45 до 60 лет. Сегодня 67% составляют доноры от 21 до 35 лет. Правда, отмечают организаторы, на это повлиял не только сам рекорд, а постоянная работа по пропаганде здорового образа жизни и донорства в целом. 25 ноября, в день проведения Международного экономического форума, Оренбуржья планирует установить новый мировой рекорд. За моей спиной не просто процесс приготовления пирога. Сейчас шеф-повар делает оригинальный курник, который вскоре поборется за рекорд Гиннесса. Мастерство шеф-повара – старинный рецепт, русская печь и современный подход. Именно так рождается оригинальный пирог. Таким ли он будет представлен перед конкурсным жюри, мастера пока держат в секрете. Известно, что над самым масштабным многонациональным пирогом, который идет на рекорд Гиннесса, будут трудиться 20 человек в течение двух суток. И это только в одной пекарне. А печь части масштабного блюда будут в нескольких районах области сразу. Печь будет работать на сколько-суточно. Температура будет держаться до 250-200 градусов. Пекаря будут работать, продукты готовятся. И в процессе все процессы будут соблюдены. И на выходе будут достаточно престижные вещи. Шеф-повар не разглашает ничего, что может быть связано с рекордным пирогом. Не его размер, не форма, не даже количество нужных продуктов. Но задача стоит глобальная. Не просто испечь самый большой пирог, но и сделать его именно многонациональным. Наша разработка этого пирога длится порядка уже двух месяцев. Пытаясь сделать вот этот многонациональный пирог, мы будем учитывать, скажем так, каждую национальность, которая живет в Оренбургской области. Сказать, что установлен рекорд, легко, нелегко это доказать. Порой переписка с экспертами книги Гиннесса может длиться два года. Чтобы упростить эту процедуру, энтузиасты создали книгу рекордов России. Главный эксперт Анатолий Каненко – сам неоднократный обладатель сертификата Гиннесса. Это можно двумя путями делать. Либо по телефону позвонить предварительно, чтобы понять вообще этот рекорд, как бы стоит ли им заниматься. Проще всего зайти на сайт книга рекордов России и там просто подать заявку. Там есть прям подать заявку. А уже дальше мы начинаем сразу же работать над этой заявкой. Рекордсмены книги Гиннесса не получают ни грантов, ни поддержки. И сами не платят ничего специалистам. Только возмещают затраты экспертов на дорогу к месту рекордсмена. Похоже, поэтому число идущих на рекорд растет. А забавная книга переиздается каждый год. Инна Маркелова, Георгий Бурлузский, Семен Воробьев. На этом у нас все. Именно такое увидели уходящую неделю мои коллеги, корреспонденты и редакторы ОРТ «Планета». Итоги следующих семи дней мы подведем ровно через неделю, в воскресенье в 10 часов утра. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова